Добрыми часто пренебрегают. Действительно, дорогие, вот, особенно, вот, сталкиваешься с таким, когда добрых людей меньше ценят, уважают. Почему? А потому что воспринимают доброту как слабость. У группы «Мументролль» даже есть такая песня «Я не слабый, просто добрый я». Просто часто думают, ну, ты добрый, значит, на тебе, значит, слабый, слабый. И поэтому, я хочу тебя уважать-то, слабка такого, хочу тебя уважать. А в нашей-то стране особенно, да, вот, я заметил, вот, в нашей стране чаще всего с уважением вспоминают тех правителей, которые были тираны и пролили максимально кровь. Кого любят? Иван Грозный, который и жены, и детей давил, и душил. Вот это был царь, настоящий Грозный царь. Или там какой-нибудь Сталин, вот, настоящий правитель, вот такой был. Ну, любят их до сих пор, сколько время прошло. Думаешь, эти душу губы, сколько невиданной крови здесь пролили, сколько проклятий через подобных правителей приходят. Ну, вот почему-то таких грозных тиранов любят. А вот добрых правителей там, какого-нибудь там Крущева, при котором была, вот, теперь, ой, какой смешной кукурузник, смешной, послабление дал. Нет, нам вот такого нужно. Мы такого уважаем, а добрыми пренебрегаем. Вот я вам скажу, вот, честно, вот, вот, на моей жизни, вот, самый хороший правитель в нашей стране, это был Михаил Сергеевич Горбачев. Нашел самый добрый человек. И его меньше всего вообще уважают в нашей стране. Говорят, а это Мишка Меченый. Добрый. Почему? Не держался за власть, потому что была такая ситуация, что гражданская война могла начаться, кровь могла пролиться. И он понял, что мне дороже, моя власть или вот кровь. Ну, решил отдать. Отдать власть, чтобы не вернуть страну в какую-то смуту, в какое-то кровопролитие, когда распадалась эта Советская империя. И с такими людьми пренебрегают. А это что такое? Что это такое? Отдал власть добрячок. Да как его можно уважать? Вспоминаются вот эти знаменитые слова из письма Ивана Грозного князю Курбскому. Когда Грозный писал Курбскому такие слова, говорит, «А холопьев своих мы вольны казнить или миловать?» Вот такое вот. Почему холопьев? Вот это осознание холопское. Холопьев они не доброту уважают. Холопьям страх нужен. Вот страх они уважают. Грозных они уважают. А добрых людей чего добрых-то уважать? И мы видим в Писании такая же картина, чтобы мы не думали, что это чисто наша особенность. Вот, наверное, один из самых добрых персонажей Ветхого Завета. Вот кто, на ваше мнение, один из самых добрых людей в Ветхом Завете? Да, конечно, Иосиф. Иосиф. То есть этот человек реально добрый. Он не мстил за себя. С ним такие вещи творили. И у него была возможность воздать. А он воздавал? Нет. Он везде старался делать максимально лучше для окружающих людей. Ну, реально добрый был человек. И мы видим, постоянно был, ну, настолько предебрегаем, да? Его там и братья в рабство продали, и Патифар там по ложному обвинению, хотя он столько добра для него сделал. И Патифар его в темницу бросил. А виночерпий, которому он там помог, да, укрепил его в этой темнице и предсказал ему, что будет. Он забыл о нем вообще, когда освободился. Хотя обещал. Нет, не забуду. За твою доброту я теперь друг твой навеки. На следующий день забыл же о нем. Забыл. И добрыми людьми пренебрегают. Добрых людей нередко забывают. Вот. Как же, как же. Ты старался, ты делал и изо всей силы, да, вот. А к доброму такое отношение. Вот сегодня Анатолий, мне понравилось, рассказывал вот эту притчу Иисуса Христа о человеке, которому в полночь пришел знакомый его. Помните, да? Говорили. Пришел в полночь знакомый хлеб просить. Вот представьте себе ситуацию. Ты лег, ты лежи, жена лежит, дети лежат. Дух. Ту-ту-ту-ту-ту. Ту-ту-ту-ту-ту. Кто такой? Хлеб дай. Вот попробуй так со злым пообращаться. Он там таких собак напустит. К злым не ходят. Вот так ходят по-наглому, то ли как к добрым людям. Почему? А потому что он добрый, что? Злой бы он сказал. Какой тебе хлеб? Какой тебе хлеб? Полночь. Вообще на ночь есть вредно. А во-вторых, чтобы больше вообще ко мне не сунулся, если жив хочешь быть, да? То есть злой человек, он так покажет. К ним даже не зайдешь. Там у него на воротах злая собака написано. А к доброму можно прийти в полночь, тарабанить в дверь, требовать хлеб. Можно идти. Да поэтому даже наш Господь Иисус как-то предупреждал о таком. Смотрите, вот Евангелие от Матфея, 7 глава, 6 стих. Не давайте святыне псам и не бросайте жемчуга вашего пред свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас. К сожалению, у многих есть вот такая привычка кусать руку, которая их кормит. Топтать то доброе, чем тебя благословляет. То есть в ответ на доброту наш таким пренебрежением воздать. Продолжение следует...